Здравствуйте дорогие друзья! С вами Ольга Каурова. По просьбе своих друзей и товарищей делаю мини-видео, такую заметку о том, как передать файлы, большие файлы, легко и просто. Начну с Яндекс.Диска, потом покажу на Google Диске и через Облако Майл. Открываем страничку в браузере Яндекс.Ру. Если у вас по умолчанию не заходит ваш аккаунт, то надо зайти, если он у вас там есть. Если нет, то рекомендую очень завести. Яндекс.Диск для меня наиболее любимый инструмент для передачи информации. Заходим. Открывается автоматически папка почты, но нам с вами нужен диск. Он у нас тут с вами в двух вариантах. Либо на верхней строке нажимаем на диск, либо рядом с письмами есть диск. Заходим в наш диск. И в левой верхней части мы видим значок Загрузить. Нажимаем значок Загрузить. Дальше нам предлагается перетащить сюда файлы, либо выбрать файлы. Предположим, я хочу вот этот файл передать. На компьютере нашли тот файл, что нам надо отправить товарищам. Нажимаем открыть. Загрузка сейчас начнется. Все, появилось сообщение о том, что доставлен в папку мой диск. И вот мы видим, этот файл уже появился. Мы на него нажимаем. В левой нижней части у нас появилось отображение этого документа. Мы можем его посмотреть, скачать. В правой части, что нам собственно говоря и надо, появилось сообщение о том, что публичная ссылка, она сейчас выключена. Мы нажимаем на эту кнопочку. Включается публичная ссылка. Автоматически отражается ссылочка на этот документ. Я выделяю. Нажимаю правой клавишей мыши. Появились опции. Нажимаю копировать. Теперь мне остается только передать эту информацию. Предположим, я отправлю эту информацию, ну, скажем, самой себе. У меня два скайпа открыты. Давайте я здесь сейчас эту ссылочку вставляю. Нажимаем отправить. И теперь, как пользователь, я вижу, что у меня пришло сообщение. Для того, чтобы получить, достаточно навести мышь на эту ссылку, что нам отправили. Левой клавишей мыши нажимаем. Автоматически откроется страничка в браузере. Браузер, который у нас на компьютере по умолчанию. Нажимаем. Вот мы видим о том, что открылся Яндекс.Диск. И нам предлагается сохранить на Яндекс.Диск. Очень рекомендую. Обычно еще появляется сообщение о том, что скачать или сохранить на Яндекс.Диск. Ну, вот у меня сейчас почему-то этого сообщения нет. Сразу предлагается сохранить. Но зато здесь есть кнопочка скачать. Не рекомендую сразу скачивать. А сначала, если это файл большого размера, то все-таки сначала сохранить на Яндекс.Диск, а потом уже оттуда скачать. Поскольку закачка с Яндекс.Диска ведется во много раз быстрее, чем если мы будем скачивать большой файл сразу напрямую на компьютер. Я сохраняю информацию на Яндекс.Диск. Появилось сообщение о том, что сохранено в папке загрузки Яндекс.Диска. Нажимаем. И теперь мы попали с вами в папку на Диск. Как видим, да? Мой диск загрузки. Вот мы видим, где мы находимся. И здесь находим теперь полученный нами файл. Сборник любимых стихов. На него нажимаем. Теперь можно его скачать уже на свой компьютер. В принципе, все, передача на этом завершается. Перейдем к другому варианту. Через Google. Перейдем к другому варианту. Перейдем к другому варианту. Перейдем к другому варианту.